С 1 по 31 декабря 2020 года заменят кабины лифта. Об этом информирует табличка на стене подъезда. Однако лифты в доме номер 8 по улице Московской отключили еще в середине ноября. И до февраля жильцы вынуждены были подниматься и спускаться своим ходом. Но на этом трудности не закончились. В первом и втором подъездах недавно сделали косметический ремонт, который, по мнению жильцов, существенно пострадал во время замены лифтовых кабин. Покрасили тем колером, который не подходит совершенно. И очень долго делали. Очень долго делали. Так невозможно сделать. Я сама лично к ним много рамос. Говорю, ребята, ну как же так? Сделайте, например, там у нас замазано было очень плохо. Говорю, ребята, сделайте получше. Меня, можно сказать, чуть не посылали на три буквы. И так же продолжалось. Сколы на стенах, оторванная плитка, изрезанный линолеум и щели в креплениях лифта. Жильцы считают, что вид подъезда испорчен. Лифты работают в тестовом режиме уже больше недели и без сбоев не обходятся. Время установки делают. Вот написано, что месяц. А они середину ноября отключили и до сих пор не ездим. Один день прокатились, попробовали и всё. Встал на шестом этаже, вот у нас в третьем подъезде. Двери открыты, звонят все народ. Лифт подключен в работе. Всё, отстаньте. Комиссия не примет работу компании ООО «Лифтеррес», пока все проблемы не устранят. Председатель дома вместе с депутатом Саровской думы Евгением Данченко уже обращались за помощью в управляющую компанию МУП «Центр ЖКХ» и беседовали с главным инженером проекта. Найти общий язык с подрядчиками пока не выходит, признается Евгений Данченко. Вариант один, то есть давить-давить на подрядную организацию и добиваться того, чтобы они всё сделали качественно. Потому что в противном случае, ну всё это заактируется и так далее. И я думаю, они, наверное, за такие выполненные работы, те деньги, которые предусмотрены в рамках контракта, не получат. Ну там, по всей видимости, либо штрафные санкции, либо что. За разъяснением ситуации мы обратились в пресс-службу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области. О результатах расскажем в ближайших выпусках новостей. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.